Пойдем посмотрим ту часть, заглянем за окно. Здесь у нас полноценная кровать, ширина метр сорок на два, с подъемным механизмом. Ну у меня сразу же здесь вопрос про подход. Просто мы видели прошлую квартиру Сары, там я тоже спросила, удобно ли подходить, как заправлять. Но здесь даже меня больше не про то, как заправлять волнует, а про то, как возрастному человеку ложиться и вставать. Можно было вплотную сделать кровать к стене, и был вариант с проходом. И, конечно, родители внесли свою лепту, на этот счет мы обсуждали, нужно или не нужно. И, конечно, они сказали, что проход нужен. Супер! Подойти нужно, опустить ноги. И если вы обратите внимание, у нас достаточно высокий матрас. Да, да, да. То есть чтобы не было вот этих лишних телодвижений возрастному человеку. Поэтому тут максимально очень удобно. Прям все на уровне. Лично у меня такой же матрас у нас с мужем. И так как мы уже не первый год на нем спим, мы проверили качество и решили, что такой же ортопедический матрас им тоже понравится. Дальше еще по спальной зоне интересное решение изголовья на таких пуговицах. То есть если я захочу даже почистить, снять или поменять, это изголовье из петели снимется. А, прикольно. То есть оно отдельно от кровати? Да, оно съемное. Супер! Мы все это сделали гармонично по цветовой гамме и по текстуре. Изголовье совпадает с самой тумбой в тандеме. Плавно вот переходя с кровати на шторы, чтобы это все как-то завязать. И вы увидели это все моими глазами. Подушки покрывала у нас пересекаются с нашими шторами, с нашей тюлью. Шторы blackout с подкладом. Потому что вот лично в моей квартире у меня типа тоже blackout. Ну нет, blackout у рознь. То есть здесь прям темнота, темнота. Потому что я спрашиваю у родителей, как им спится. Просто глаз выколоть, что называется. Не видно. Супер. Ничего не видно. Ну и они такие массивные. Вот шторы выглядят очень богато. И я знаю, что есть прям приемы о том, как делать правильно шторы, для того, чтобы они вот такими выглядели, объемными. Вы заказывали наверняка шторы, да, где-нибудь? Безусловно. Повторюсь, как я и вначале говорила, что я доверилась профессионалам. Но, наверное, как и каждый человек, когда к тебе приходит тот или иной специалист, всегда хочется сэкономить. И когда мне говорят, ну вот нужно 4 метра, я говорю, ну может 3. Может как-то сэкономим. Он говорит, ну поймите, сразу потеряется вообще вот эта вся красота. Вот эти волны, они сохранили свой вид дороговизны. Просто можно сэкономить на одном метре штор и не получить нужного результата. И в итоге потратить деньги, но не достичь эффекта. Поэтому согласна. У моих родителей, ну папа в частности, ну как вот тут в окна тебе будут заглядывать, потому что у нас низкий этаж за окном. Как это в окна будет все видно? Но когда мы повесили шторы, вообще этот вопрос отпал. Опять-таки, да, мы не сэкономили на количестве ткани. Вот эта волна, она прям создает такую туманность некую.